Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы. Я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Сегодня настроение на рынке хорошее. Вчера мы рассматривали вчерашнее снижение рынка как промежуточную коррекцию после оптимизма понедельника. И сегодня хорошее настроение вернулось на рынок. Продолжается движение индекса МВБ к целевому уровню. Мы так обозначили его 1490-1500. Вот этот диапазон, в который будут стремиться цены, скорее всего завтра будет этот диапазон достигнут. Завтра ожидаем заседание Центробанка Еврозоны. Будет, скорее всего, либо понижены ставки, либо будут какие-то объявлены меры дополнительные о стимулировании экономики. Поэтому, скорее всего, реакция рынков будет на эту информацию позитивная. Хотя этого ждут и поэтому движение, скорее всего, будет краткосрочным. И потом начнется фиксация прибыли. Но такой вот последний заход, который может дать сил достигнуть этого уровня, вполне возможно, что этого будет достаточно. Поэтому, что сейчас ожидаем в ближайшем будущем? Ну вот, ожидаем, во-первых, достижения уровня 1500. Потом, возможно, будет какое-то коррекционное движение, которое все-таки будет смысл использовать для покупок. Целью коррекции будет уровень 1410. И после этого, вполне возможно, будут попытки роста продолжаться. Пока вот такой расклад сил. Что-то может измениться после выходных, после визита Путина в Нормандию, после того, как, в общем-то, будут пытаться ему дать указания, как жить дальше. Посмотрим, как вот эта ситуация будет дальше развиваться. И вот если никаких осложнений не возникнет, тогда, собственно, ничего не будет мешать рынку двигаться дальше выше. Ну, риски есть. То есть ситуация в Украине достаточно сложная. И, в общем-то, как-то, каким-то образом, когда-то должна Россия на это среагировать. И вот вполне возможно, что как раз после визита Путина в Нормандию какая-то реакция последует. Поэтому все, опять-таки, возможно, это понимаем. Но длинные позиции пока нет смысла закрывать. Пока есть смысл подтягивать стопы поближе на случай разворота. Но вот то, что происходит на рынке, пока говорит о том, что рынок желает расти. По отдельным бумагам давайте смотреть. Значит, ВТБ верхняя граница вот этого диапазона 5 копеек целевой уровень пробит. В общем-то, тоже нужно бы, конечно, чтобы немножко скорректировалась отсюда цена от верхней границы. Тогда были бы хотя бы понятные мотивы, где покупать и, в общем, на что рассчитывать. То есть пока существующие позиции держим, новые позиции не открываем. Коротких позиций тоже открывать не имеет смысла. Так, ГМК Норникель достиг опять своего уровня сопротивления. То есть уровня 6900, где раньше были цены. Бумага уже тоже находится в состоянии перекупленности. Будет искать повод для коррекции. Но пока вот этого повода нет. Поэтому тоже, если есть позиции, то пока держим. Дальше. Газпром немножко тоже сегодня вдохновился. Дальше движется к уровню сопротивления 146 рублей. Но вот пока, мне кажется, большого каких-то новостей и поддержки нет, чтобы двигаться выше. То есть движение, возможно, будет уже завтра на новостях после заседания банка еврозоны. Пока здесь, скорее всего, боковичок сохранится. Так, Лукойл тоже у верхней границы диапазона, у верхней границы восходящего канала. Длинные позиции существующие держим, новые пока не открываем. Тоже же хотелось бы увидеть коррекцию. Тогда было бы понятно, где заходить и на что рассчитывать. Так, что еще? Сбербанк тоже сегодня неплохо себя показывает. Пробил верхнюю границу диапазона 87,5 и, в общем-то, сделал заявку на продолжение роста. Тоже достаточно неплохо выглядит здесь ситуация. Акции Росгидро пока сегодня приостановили рост. Но здесь, в общем-то, скорее всего, к 75 копейкам будет стремиться цена. И дальше без коррекции, скорее всего, будет не обойтись. Так, что еще? Аэрофлот пока остановился на уровне 58. И пока нет больше возможности двигаться выше. Но смотреть будем, если будет пробиваться уровень 58, будем ждать дальнейшего движения. Так, ну, собственно, вот ситуация позитивная сохраняется. Настроение хорошее и желание двигаться выше остается в силе. По фьючерсам нефть восстановилась обратно в район 109,5 долларов за баррель. В общем-то, как мы вчера и ожидали. Поэтому здесь, скорее всего, она продолжит движение в боковике. Пока ситуация стабильная. Рубль постепенно сдает позиции доллару двигаться к верхней границе вот этого нисходящего канала. Цель движения 35500 по фьючерсу. Пока на ближайшие пару дней, до конца недели, скорее всего, вот эта тенденция сползания рубля будет сохраняться. Фьючерс на индекс РТС. Здесь немножко более сдержанная ситуация выглядит, чем на индексе МВБ из-за динамики рубль-доллар. Здесь пока боковое движение сохраняется. Верхняя граница 133000. К ней будет сейчас стремиться фьючерс. Вот, собственно, наверное, и все. Такая ситуация довольно-таки стабильная сейчас. Так, может ли заседание ЕЦБ развернуть золото вверх? Спрашивает Дмитрий. Да. Золото сейчас остановилось и застояло в таком узком диапазоне перед заседанием Центробанка. Большая степень вероятности, что после заседания Центробанка золото еще продемонстрирует нисходящее движение. В общем-то, у этого события большая вероятность, потому как ждут от банка Еврозоны, ждут мер по стимулированию экономики, то есть печатание денег, так скажем, попросту говоря. И эта ситуация будет ослаблять золото. Если что-то пойдет не так или те меры, которые будут обозначены Центробанком, будут меньше тех, которые ждет рынок, вот в этом случае рынок ответит снижением, а золото тогда будет повышаться. То есть здесь завтра, скорее всего, будет вот эта ситуация разрешаться. Поэтому тот диапазон, который сейчас узкий, складывается на графике, можно его обчертить снизу-сверху и уже по пробою этого диапазона смотреть, как дальше будет ситуация развиваться. Так, Яндекс спрашивает Сергей. Да, сегодня начали торговаться акции Яндекса на московской бирже, но надо подождать немножко, пока торговля станет более-менее ликвидной, потому что сейчас в стакане Яндекса, ну, практически пусто, в общем-то, и цены, которые там сейчас мы видим, цены, ну, скажем так, непривлекательные. То есть Яндекс стоит больше процентов, наверное, на 30, он стоит больше на российском рынке сейчас, чем на американском. И поэтому я бы сказала, что это не должно вызывать желание купить эти бумаги сейчас, в данный момент. Поэтому надо просто набраться терпения подождать, когда бумага будет уже адекватно оценена, будет торговаться ликвидно, тогда уже рассматривать этот вариант. Так, можно ли продавать нефть, там канал нисходящий. Ну, вот, я думаю, что пока нефть достаточно стабильно себя чувствует, и вот в текущей ситуации, мне кажется, что ситуации для продажи нет. Так, Яндекс, давайте покажу, что там происходит на Яндексе. Так, Яндекс, Яндекс. Вот, все, что есть на Яндексе за сегодняшний день. А, вот уже, кстати, цена стала другая. Когда я смотрела, была цена в районе 1500 рублей, сейчас уже 1253. То есть, уже более-менее цены подтягиваются к справедливым уровням. Но, все равно, пока про покупки Яндекса говорить рано. То есть, пусть немножко начнет торговаться, будут какие-то объемы, ликвидность, тогда уже будем смотреть. Может быть, будем какие-то варианты с Яндексом рассматриваться. Так, почему фьючерс РТС за один час проходит колебания полпроцента вниз и полпроцента вверх? Все индексы в минусе, евро-доллар развернулся. Азия в минусе, медь в минусе, индексы Европы и США в минусе. Ну, сейчас немножко своей жизнью живет российский рынок и, в общем-то, отыгрывает именно ситуацию геополитическую больше, чем ситуацию на мировых рынках. То есть, немножко мы оторвались от всего мира и живем своей жизнью. То есть, сейчас воспринимается ситуация так, что нет негатива, это уже позитив. И поэтому рынок растет, несмотря ни на то, что, действительно, в общем-то, собственно, расти сегодня не с чего. То есть, у новостей-то никаких позитивных нет. Собственно, да, и в Европе рынки застояли в такой задумчивой ситуации, потому как завтра заседание и выжидают этого заседания, ждут его. А вот у нас праздник продолжается. То есть, такой парадокс нашего рынка. То есть, сейчас вообще возможно, что начнется перетекание. То есть, глобально рынки американские и европейские находятся на максимумах за очень продолжительный промежуток времени. Они очень сильно перекуплены. И вот в этой ситуации вполне возможно будет перетекание средств с развитых рынков, которым расти уже некуда и которые уже растут с большой неохотой. Начнет перетекать часть денег на развивающиеся рынки. Этот процесс уже, похоже, пошел. И вот то, что мы наблюдаем на российском рынке, это именно такие покупки, связанные именно с притоком денег на рынок. То есть, сейчас есть этот приток. Все, конечно, может поменяться. Но пока вот в настоящий момент инвесторы считают, что ситуация улучшилась. То есть, Россия не ввела войска в Украину. То есть, плюс санкции вчера новые не добавили, хотя могли. И, собственно, вот эту вот ситуацию, в общем, рассматривают как позитивную. Путин едет в Нормандию, его приглашают. С Путиным будут встречаться Кэмерон, Меркель будет встречаться шестого с Путиным. То есть, в принципе, Обама сказал, что можно там будет рассматривать вариант улучшения отношений с Россией. И, правда, явно имел в виду, что он будет ставить для этого какие-то условия. Но вот пока вот эти условия не поставлены. Пока вот в текущей ситуации рынок оценивает ситуацию как улучшающуюся. То есть, напряженность снижается. И привлекательность российского рынка, который сильно дешев, по сравнению с другими рынками, она увеличивается. Поэтому мы как бы немножко своей жизнью сейчас живем. Так, ну давайте на этом будем завершать. И всем спасибо за внимание. До свидания. До завтра.